Здравствуйте. Есть такой раздел человеческого знания, называется он термодинамика. Или, собственно говоря, это один из разделов статистической физики. Так вот, термодинамика утверждает, как наука, что вот такая система, состоящая из большого количества частиц, а наша Вселенная, это система, состоящая из очень большого количества частиц, в процессе своего развития будет стремиться к состоянию, в котором хаос будет возрастать. Это называется рост энтропии. Энтропия – мера беспорядка. Чем больше беспорядка, тем больше энтропия. Вот такое есть понятие. Так вот, бывают удивительные вещи, которые мы сплошь и рядом наблюдаем. Почему-то из хаотического облака пыли и газа около Солнца сформировалась планетная система, в которой мы живем. Согласитесь, что вот такой набор планет, движущихся по орбитам вокруг Солнца, гораздо более упорядоченная, менее хаотическая система, чем просто, так сказать, облако пыли. Или, например, вот на Земле есть пыль, да, как это называется-то, прах, и вдруг из этого праха появляется жизнь. Жизнь развивается, усложняется постоянно, да, появляются сложные формы жизни, вплоть до человека, в конце концов, разумного, хомо сапиенса. Как это понять? Где здесь здравый смысл? Это идет все против, да, обратите внимание, против того, что нам предначертывает физика. Хаос должен расти. Энергия должна сохраняться? Сохраняется. Хаос должен расти? Да вроде растет, но не везде. Не везде. Вот жизнь почему-то работает в другую сторону. Планетная система образуется. Почему так получается? Непонятно. Где же тут одно из начал термодинамики, которое утверждает, что энтропия должна возрастать? Так вот, оказывается, есть еще один элемент, еще один элемент в символе, вот так сказать, термодинамической веры, который называется теорема Пригожина. Этот теорема Пригожина утверждает следующее, что да, энтропия должна возрастать, но при этом производная от энтропии по времени, то есть скорость ее изменения должна быть минимальной. Как этого добиться? Да, энтропия растет, увеличивается хаос, растут свалки, да, но тем не менее в каком-то месте, в каком-то месте наблюдается упорядочение. Оттуда вывезли мусор, да, вот есть кругом у нас хаос, кругом нас, каком-то живого организма. Мы выбрасываем в окружающую среду, значит, продукцию своей жизнедеятельности, засоряем ее, а внутри у нас порядочек, кровь течет в нужную сторону, лимфа течет в нужную сторону, все работает, все функционирует, да, потому что мы у себя внутри энтропию-то уменьшили, а снаружи увеличили, и в общем энтропия возросла, в общем и целом энтропия возросла. Но за счет того, что у нас она увеличилась внутри, да, вот внутри живого организма, или внутри города, внутри экономики, это привело к тому, что скорость роста энтропии, ну, минимально возможная, тем не менее, вот при данном росте она оказалась минимально возможной. Вот почему и существует вот такое вот уникальное явление жизни, и вот почему оно, оказывается, не противоречит, так скажем так, термодинамике, да. Потому что очень часто можно слышать очень справедливое утверждение, и оно как-то вот остается, как правило, почему-то без комментариев, в разного рода научно-популярных статьях, лекциях, таких научно-популярных действах, вот. И о том, что ведь жизнь-то ведь, это, так сказать, антиэнтропийный процесс, энтропия благодаря живым существам не возрастает, а уменьшается, да, она у них уменьшается, упорядоченнее больше, а снаружи увеличивается. Мы, например, теплокровные существа, мы нагретые, мы излучаем тепло, и тем самым увеличим энтропию в окружающем нас мире, правда? А сами мы можем быть стройные, подтянутые, все такие упорядоченные, ну, в разной степени, конечно, вот. Вот так вот мы боремся с возрастанием антиэнтропии. Спасибо вам большое, всех вам благ, удачи, до свидания.